Боевики 27 раз открывали огонь по позициям в ВСУ на Донбассе, сообщают в пресс-центре штаба ОТОМ. В праздничные дни украинские военные ожидают активизации пророссийских наемников. Наши бойцы фиксируют постоянные маневры со стороны боевиков. Подробнее с линии огня Руслан Смещук. Позиции в районе Зайцево это фланг Светлодарской дуги. До укреплений боевиков чуть больше километра. Земля вокруг густо усыпана гильзами. Стрелковые дуэли тут происходят постоянно. Напротив так называемая «малая промка». Она под контролем противника. Это наиболее удобная позиция, где можно наблюдать малую промку. С левой стороны здание, где чаще всего фигуруют, переносные минометы. Правое здание, откуда чаще всего работают снайперы крупным календарем, 12,7-12,5. И левый край карьера, там где сейчас и находятся вражеские минометы, вражеские СПГ. Ребята просто вылазят на гребень карьеры, оттуда работают с СПГ. СПГ-9 на станковый пространковый гранатомет. Впрочем, кроме пулеметов против украинских военных применяют и калибры покрупнее. Десантник с позывным «Медведев» ведет на другую позицию и показывает последствия недавнего обстрела. Ну, наиболее свежая воронка, это буквально было позавчера вечером. Сюда прилетел 82-й минометный старец. Это 80-й, ну, миномет 82-й. Это когда работал 120-я мина. Сюда стреляют в основном из Зайцевской школы. Она также под контролем боевиков. Именно из-за нее и рядом с ним находятся блиндажи российских оккупантов. Именно с самой школы, с крыльчей школы работает миномет. Ну, а из окон школы чаще всего, когда сработает крупнокалиберный пулемет и непосредственно снайпера. Но в данный момент они затеяли, так как в свое время у нас прилетела зеркальная соответствующая ответка. На этих позициях несут службу молодые бойцы. Десантник с позывным «Медведь» ушел воевать добровольцем вскоре после учебы. Сейчас подписал контракт до окончания особого периода. Это значит до победы. Подумал, что нужно защищать родину и пришел на службу, выдавал. Я в 19 лет пришел. Тут не только я один молодой, еще хлопцы есть очень молодые. Военные говорят, у них есть ощущение, что перед 8-9 мая боевики готовятся к провокациям. Маневрируют и окапываются. Мы спостерегаем, как они сбудовывают свои укрепления. В районе школы Зайцевой они сбудовывают укрепления. Будем ждать, но сподіваємось, что все-таки свято будет свято. Но и сами не прекращают подготовку к возможной активизации боевиков. Чистят и ремонтируют оружие, укрепляют позиции. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.